В Западно-Казахстанскую область с рабочим визитом прибыл министр окружающей среды и водных ресурсов Нурлан Капаров. Основной целью визита стало разъяснение послания главы государства «Казахстанский путь-2050», а также ознакомление с проведением работ по посланию президента в нашей области. Сегодня в областном Акимате состоялась встреча министра с активом области. Все подробности в следующем сюжете. Выступая перед участниками встречи, министр отметил, что нынешнее послание главы государства реализует поэтапную практику решений и достижение ключевой миссии, касаемой стратегии «Казахстан-2050». И в этом плане оно представляет собой пошаговый алгоритм достижения общенационального успеха. Он подробно остановился на каждом из основных стратегических направлений долгосрочного развития Казахстана. На приоритетах усиления инновационной индустриализации, создания наукоемкой экономики, развития агропромышленного комплекса, инфраструктуры агломерации, транспорта и энергетики, а также малого и среднего бизнеса. Здесь было отмечено, что чем больше доля малого и среднего бизнеса в экономике, тем более устойчивым будет развитие нашей страны. На сегодняшний день в стране действует более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, в которых работает около 2,5 миллионов казахстанцев. Объем продукции, произведенный данным сектором, вырос на 4 года, за 4 года более чем в полтора раза и составляет свыше 8 миллиардов тенген. Согласно глобальному рейтингу, Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса, и эту тенденцию мы должны наращивать. Малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой их поколение в поколение. Важно принять меры по развитию специализации малого бизнеса с перспективного перехода в разряд среднего. Рассказывая о деятельности министерства, окружающей среды и водных ресурсов, глава ведомства сообщил, что она также ориентирована на успешную реализацию программы действий, озвученных в послании. Он рассказал о планах реализации мер, намеченных в утвержденной президентом Казахстана концепции по переходу к зеленой экономике. Министр сообщил о конкретных мерах по модернизации системы управления отходами и снижению загрязнения воздуха, а также развитию возобновляемых источников энергии, предусмотренных до 2020 года. Также министр рассказал о подготовке к проведению всемирной выставки «Астана Экспо-2017» с тематикой «Энергия будущего». Наше министерство активно включено в процесс подготовки к выставке. В течение 2013 года приняты концепции проведения выставки, национальный план подготовки и проведения, подведены итоги архитектурного конкурса на лучшую эскиз идеи и символ «Экспо-2017». В этом году мы приступаем к масштабному строительству объектов «Экспо-2017» и наша задача сделать все для проведения этого события на высоком уровне. Аким области отметил, что согласно принятому плану мероприятий будет организована плодотворная работа совместно с министерством и в свою очередь попросил поддержки со стороны министерства в лице Нурлана Капарова. «В сегодняшний день мы плотно работаем с вашим министерством и надеемся, что это будет в дальнейшем такой же импульс сохраняться, потому что это задача, подкающая из послания главы государства, из программных документов президента и все направлено на экономическое развитие, соблюдение экологических требований».